Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о добре. Стоит ли делать вообще добрые поступки? На самом деле, каждый человек решает это сам, потому что само понятие добра, оно довольно размыто. Ведь мы можем отличить добро от зла в сравнении. То есть, когда мы совершаем какое-то доброе действие, оно ведет к наибольшему выживанию. То есть, не только тебя, но и других людей, растений, животных, в принципе, вселенной пространства в целом. А когда мы делаем какое-то разрушающее действие, которое мы называем злом или еще как-то иначе, оно ведет к ухудшению выживания. То есть, ухудшается выживание как и тебя, твоей семьи, группы, общества, человечества в целом, так и всей вселенной. Вот. И то есть, если рассматривать это с такой точки зрения, то можно определить, какое действие относится к добру, а какое к злу. И каждый человек может это осознанно представить и просчитать. То есть, конечно, есть определенные взаимосвязи, которые мы, возможно, сразу и не увидим. Ну, например, если человек употребляет алкоголь или курит сигареты, то он может просчитать, что это рано или поздно приведет его к ухудшению состояния. То есть, он заболеет и, скорее всего, умрет гораздо быстрее, чем если бы он не курил и не пил. Конечно, могут быть какие-то другие мнения на этот счет, но тут, по сути, все очевидно. А есть и другие вещи, которые менее очевидны. Например, если человек обманывает, даже бывает, он говорит, я обманываю, как ложь в облада. Хотя, рано или поздно, ложь все равно всплывает и потом ухудшается состояние у этого человека с тем, кого он обманывал. Ну, и с другими людьми, которые причастны к этому. То же самое сейчас происходит, например, при гонке вооружений. То есть, когда люди накапливают оружие, потом применяют его и, соответственно, это делается часто государством против своих же людей. А такие понятия, как армия, полиция считаются нужными. Ну, используются для того, чтобы людей просто усмирять и подавлять. То есть, сделать так, чтобы они, ну, скажем, выполняли те действия и не делали те действия, которые не нужны. То есть, не выходили там на какие-то митинги, демонстрации, да, просто подчинялись. Поэтому добрые дела, они с чем связаны? Они прежде всего связаны с нашей осознанностью и намерением. То есть, попробуйте посмотреть на свою жизнь и увидеть, когда вы сделали какое-то доброе дело, и как это повлияло на вас потом и на других людей. Например, когда вы просто помогли какому-то незнакомому человеку, там, в самых мелочах, там, помогли открыть дверь, перейти через дорогу, поднести сумки или, там, может быть, сделали что-то, что вас просили. И вы увидите, что эти дела, добрые дела, они помогли и этому человеку, и вам самим. То есть, вы сами почувствовали прилив сил, прилив энергии. И вы почувствовали, что вы совершили то действие, которое, ну, вот, отозвалось в вас, отозвалось в вашей совести. И каждый может найти такие добрые дела. Когда вы осознаны, то они происходят с вами повсеместно. То есть, вы просто можете идти и творить добро. Творить добро из своего сердца, своим намерением. То есть, потому что, прежде всего, это ваше намерение быть в этом состоянии. Быть в состоянии гармонии, радости и доброты. А когда вы в таком состоянии, то вы помогаете просто уже создавая это пространство. И люди, которые находятся в этом пространстве, вы увидите, что у них жизнь будет исправляться. То есть, даже тот человек, у которого было что-то не так, попадая в ваше пространство, будет улучшать свое состояние. Поэтому, проделайте этот эксперимент. Вот, хотя бы в течение одного дня. Создайте вот это пространство любви и счастья. Побудьте в нем. Потом просто идите с этим пространством куда-то на улицу, там, где вы работаете, занимаетесь бизнесом. Или создавайте его везде, где вы находитесь. И наблюдайте за изменениями, которые происходят и у вас, и у тех, кто находится рядом с вами. А потом напишите ваши результаты, что с вами произошло. И напишите их в комментариях к этому видео или отправьте мне личным сообщением. Все мои контакты в соцсети будут указаны под этим видео. И, конечно же, если что-то не получается, тоже пишите. И я могу рассказать вам, как можно еще исправить и улучшить вашу конкретную ситуацию. Если у вас, например, что-то идет не так и не получается, например, осознанно создавать вот это пространство добрых дел, пространство любви и счастья. Например, мешают какие-то негативные суждения, которые всплывают из прошлого. Их можно проработать с помощью практики процессинга, одитинга, вернувшись в прошлое и убрав этот негативный заряд. Подробнее об этом будет в моих видео. Они появятся совсем скоро в конце этого видео. Вы сможете их посмотреть. И там будет показано, как удалить из жизни негатив и как исправить свою судьбу, свою карму. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья, осознанности. Если видео понравилось, поставьте отметку «Нравится», поделитесь им с друзьями, подпишитесь на мой канал. Конечно, если вы этого не сделали, колокольчик включите для напоминаний о моих новых видео, которые выходят каждый день. Теперь смотрите эти видео, которых я вам только что рассказал. И до скорой встречи.